Если тебя интересует, как забрать меч, маску и фонарь, выполнить судьбу проклятых на 100%, я обязательно тебе помогу. Но для начала давай выпьем бутылочку Рома. Всем привет, меня зовут Мурма, и добро пожаловать в Море Воров. Отправляемся в наше незабываемое путешествие. Итак, друзья, ради чего мы здесь все собрались? Давайте я вам всё это покажу, чтобы вы выполнили реально всё на 100%. Так, это кто у нас здесь орёт? Понятно. Джек у нас здесь начинает кричать, знаете ли. Нам нужно сперва взять саблю. Она у меня стоит. Да, она у меня есть. Сейчас я вам кое-что покажу. Если у вас нету и вы думаете, как это получить, вы всё это узнаете. Где наш этот секретный ящик, который нам нужен? Так, вот у нас этот ящик, и вот она эта маска, если у вас её нету. Сейчас мы это всё посмотрим. Так, погнали. Текс, из нашего ивента, значит, нам дают вот такую вот саблю превосходную. Это по первому, значит, по первым, в общем, испытаниям нам дают вот такую вот замечательную саблю, которая очень хорошо светится в пвп-битвах, и из-за неё тебя убивает просто круто. Дальше. У нас есть вот такой вот фонарь. Фонарь на самом деле вот чисто мне не понравился. Он выглядит на картинке, там прям маска такая, лицо жёсткое, да? Ты на него в руках смотришь, но это такое себе. Да ладно, Джек, не кричи. Итак, теперь самое главное. Заходим в таб, нажимаем таб. У нас здесь есть события. Как же это всё пройти, чтобы это всё получить и быть ближе к пистолю? Нажимаем особые события. У нас здесь судьба проклятых. Заходим, значит, испытания, роковые сокровища. По наградам у нас... Вы, конечно, это всё видели, я вам это показывать не буду. Дальше. Заходим в судьба диких берегов. Дальше у нас пока недоступно, к сожалению. Вот это вот свет в тёмных уголках. Найдите и уничтожьте самостоятельно или в составе команды 10 призраков судьбы. Хоть фиолетовых, хоть зелёных. То есть зелёных и фиолетовых нам нужно забрать 10 штук. Это можно делать по квесту у Ларины. Или захватывать форт проклятых. И то же самое ты это можешь пройти с лёгкостью. Это проходится прямо вот в защитные минуты. За 20, за 30 минут. Дальше. Праздник чтения. Отправляйтесь на кривые мачты и прочитайте заметки Умбры, посвящённые празднику проклятых. Приплываем мы, значит, на кривые мачты. На самой высокой горе. Вот она здесь показана. Вот эта вот гора. И здесь есть такой вот мостик. На этот мостик нужно стреляться с пушки. Там лежит дневник. И не забудьте зажечь зелёным или фиолетовым цветом этот маяк. Потому что он нам ещё пригодится. Дальше у нас гибнущий свет. Получите зелёное и фиолетовое пламя в колодце судьбы. Что это значит? Зелёное пламя мы получаем, когда погибаем от скелета. То есть мы появляемся на пароме проклятых. И там посередине стоит фонарь. Мы к нему подходим, поднимаем свой фонарь и зажигаем. То есть мы уже получили этот свет. Как же получить фиолетовое? То же самое, только погибнуть от змеи. Она вас брызгает, вот этот шланг. Вы, короче, погибаете на паром проклятых. И всё то же самое. И мы эту задачу выполняем. Далее. Разговоры в таверне. Поговорите с Лариной у любой таверны. И узнайте, что так беспокоится лак. Мы подходим к Ларине и начинаем разговор. И нам засчитывается, как мы это прошли, собственно. Дикое изобилие. Вот это вот самое сложное. То, что мне на стримах пишут, где найти острова и так далее. Ребят, сейчас я вам объясню. Зажгите все маяки на берегах изобилия и в диких землях. Самостоятельно или в составе команды зелёным или фиолетовым огнём судьбы. На диких землях у нас эти все острова. Кривые мачты, разбойничья арка и, соответственно, погибель кракена. На берегах изобилия, где мы, собственно, всегда с вами пьём ром, это пушечная бухта, русалочий приют и залив контрабандистов. Желаю вам удачи поставить везде маяки. Но не забываем, на кривых мачтах мы плюхаемся с пушки, чтобы зажечь там маяк. И то же самое на пушечной бухте. Там, по-моему, смотришь с запада на восток, выстреливаешься и забираешь, собственно, этот маяк. Давайте дальше. Зажигай называется. Во всех фонарях вашего корабля должны гореть зелёный и фиолетовый огни судьбы. Мы, когда забираем эти фонари, зелёный и фиолетовый, от скелета и от змеи, от шланга. Когда появляемся, ставим просто на корабль эти фонари, и у нас автоматически переходит на следующий этап. Ну, здесь всё легко и просто. Давайте посмотрим дальше. Когда мы заходим в события, у нас написано 6 из 6 выполнено. Что же нужно ещё выполнить, чтобы получить вот этот вот фонарь, вот эту вот маску? И у нас было 6 из 6, и мы в скором времени получили пистоль, который будет, я надеюсь, 4 ноября. У нас здесь есть в середине убийцы судьбы. Победите призраков судьбы в ходе события «Роковые сокровища» и получите награды. Что же нам нужно здесь сделать? У меня тоже на стримах было много вопросов по поводу этого квеста. Нам нужно забрать на форте проклятых 200 скелетов, а потом 400 скелетов. Далее. Делимся награбленным. Каждый день 3 похищенных из форта предмета будут приносить вам 5000 золотых монет, если их сдаст другая команда. Вот это задание обновляется каждый день. То есть мы приплываем на форт проклятых, залутали весь форт проклятых, мы можем оставить даже 3 предмета на мостике, где-нибудь на видном месте, где это все заберут, сдадут, и вам эта задача засчитается, соответственно. Но я не ответил на главный вопрос. Как же получить вот этот фонарь? На самом деле я ответил, нам нужно 200 сначала скелетов, потом 400. Вообще он открывается, когда ты набираешь 200 скелетов. И он у вас будет в инвентаре. И мы получаем вот такой вот замечательный фонарь, который мне не нравится, как я уже сказал. Вот такой вот саблю. А 4 ноября мы получим пистоль. Возможно еще и дальнострел и так далее. Я уже не знаю, что там будет по заданиям. Мне самому интересно. И сниму обязательно для вас ролик, как это все проходить, как это все я прохожу. Это вызывает огромный интерес. Спасибо вам большое. Кстати, спасибо тебе за лайки. Если ты впервые на канале, обязательно подписывайся. На связи был, как всегда, Мурма. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok